Слава Украине! Привет всем от Полонского! Помните, как предыдущие президенты, особенно Кучма и Янукович тоже, да, эти два, конечно, кадра вместе, ратовали за дешевый российский газ, помните? И вот у нас все новости начинались с того, будет ли газ дешевле, будет ли он дороже, а вот, чтоб только ж газ был дешевле, вот, и знаете, и вот дурачье, дурачье хлопало, ура, дешевый газ из России, ну, сейчас вы тоже хлопаете, не? Чувствуете себя мудаками, любители дешевого газа? И я об этом. Сейчас расскажу, почему мудаки, именно вот это слово, самое еще мягкое, которое можно сказать. Итак, всем любителям дешевого газа из России посвящается, оказывается, если вы помните, мы в свое время с этим, так сказать, государством рассчитывали с чем? Правильно, ракетами Ха-55. Я вот не помню, кто это делал, то ли Кучма, то ли Юля, то ли Янек, не, Янек там еще, наверное, был не при делах, 99-й год, поэтому... Мне сейчас лень рыться, лень смотреть, кто подписывал. Вот, но, скорее всего, Кучма, конечно, ну, посмотрим еще, проверим. Не важно. Мы получили относительно дешевый газ тогда. А в ответ им отдали 500 чем-то, там, 575, по-моему, ракет Ха-55. И знаете, что самое замечательное? Эти ракеты, вот с этими серийными номерами, там же они все по номерам идут, они сейчас валятся нам на голову. Их уже почти все по нам отплевали. Вот так, чтобы вы понимали на секундочку, чем чреват дешевый газ из России. Но всем, всем хотелось за разоружение Украины, тогда я помню. И всем хотелось, эх, хорошо, дешевле ж газ стал, эх, хорошо, жить-то как хорошо стало. Хорошо стало жить. Но дожили не все. Потому что вот это те самые ракеты, которые сегодня плюются по нам с бомбардировщиков Ту-95. Вот, как бы, связь, да? Я вот сейчас еще хочу спросить у тех, кто тогда сильно радовался дешевому газу из России. Вы еще хотите дешевый газ из России? У меня все.